Моей мечтой было стать, скажем так, по-простому перебеческим гонщиком. Я всегда к этому тянулся, стремился о том, что эта мечта может воплотиться в жизнь именно в таком ракурсе, конечно же, я не думал, потому что команда «Масс Спорт Авто» создалась в 2010 году, и на момент формирования у меня в голове моих жизненных целей ее просто не существовало, и реализователь был нереально попасть в Южную Америку, на гонку в Дакар, либо в Африку, не представлялось никакой возможности. Я, международный день, могу считать себя счастливым человеком, у которого работа совпадает с хобби, либо с образом жизни, я бы так назвал ралли, это образ жизни, который во мне внутри сидит. Я просто счастливый человек, что вот у меня такая работа. цель – это стать победителями этой гонки. Главный конкурент – это команда «КамАЗ Мастер», они более 30 лет уже занимаются этим видом спорта, но это не значит, что мы собираемся сделать легкую гонку, каждую гонку мы навязываем борьбу, наша задача заключается победить. Это дело времени. С нами постоянно присутствует мобильная лаборатория на большей гонке, которая помогает нам удостовериться в том, что смазочные материалы высокого качества, и мы заранее, задолго за время выхода из строя этой детали, можем понять, начался ли уже износ. Это является конкурентным преимуществом перед другими командами, у нас серьезная помощь ребят, и мы очень рады, что мы имеем и на этой гонке такую возможность, что наши команды от старта до финиша будут мобильные лаборатории, которые будут помогать нам показать все эти результаты. Роллерейд – это большая семья, и нам в таких мероприятиях удается с людьми повстречаться лично, пообщаться, поменяться эмоциями. Ну и это огромное приключение в жизни, это новый вызов, это новые испытания, которые мы собираемся с честью пройти и показать на все, что мы способны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как пошел второй этап, так и в лагуфы. Ну, мы сегодня стартовали с первой классической, или вчера выбрали мы этап первый, и нам, наверное, было чуть сложнее, чем остальным грузовикам, потому что было довольно-таки много узких мест в лесу, там, где еще ветки грузовика не были обломаны, но их все ломали на себе. Этап приходило где-то скидываться, но в целом для нашего экипажа этап сожилось удачно, и в протяженности более двухсот километров нам удалось купить себя на второй раз проехать. Я знаю, что ты не любишь классно, но есть ощущение кайфового себя? Немного. Вчера было больше кайфа, сегодня больше было опасных моментов, нам было очень скользко почему-то. Либо потому что колея джипов чуть другая, они дорогу расчистили, эти камушки, но под свою траекторию. Мы же все время попадали на скользкое, и было настолько непредсказуемо, в больших углах все время скользили. Ну, очень опасно, на мой взгляд, для грузовика. Сохранила машина? Да, с машиной все в порядке, никаких проблем, мы старались ее сохранить, опять же, ну, насколько это возможно, потому что больше повреждений, наверное, было от веток, чем от дороги. Дорога была пункта, ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok